Итак, всем привет, с вами как и всегда Мистер Твилл, и сегодня я вам расскажу, как в GTA 4 абсолютно любое транспортное средство, будь то автомобиль, вертолет или даже катер, конвертировать в практически абсолютную неуничтожимость. Я сколько раз GTA 4 проходил, но ни разу с этой вот конвертацией, с этим гличем не встречался. Мне про него рассказал совсем недавно мой старый знакомый Zaza Zaza 691. Ссылка на его канал сейчас, естественно, есть в описании, также он 100 лет уже находится в рекомендованных на моем канале, на главной странице. Ну так вот, вернемся к нашей конвертации. Для нее нам понадобится обязательно девушка. В GTA 4 всего, как вы знаете, их 5. Две из них сюжетные, это Карен Дэниелс, про которую я недавно, кстати, снимал историю одного персонажа, можете глянуть, классный выпуск получился. И Кейт. Обеих девушек мы в итоге, ну мы лишаемся возможности с ним встречаться, но на них, кстати, это все равно работает. Поскольку у меня сейчас игра полностью пройдена, остается еще 3 девушки, с ними можно встретиться на специальных интернет-сайтах, с двумя из них на одном и с одной еще на другом. Сейчас я на них зайду и вам все объясню. Итак, смотрите. Первый сайт это LoveMeet. Как вы знаете, ну здесь с этим сайтом связана одна из сюжетных миссий, там нужно было Тома Француза убить. Вот, думаю, после этой миссии как раз-таки одна из девушек становится доступной. Вторая становится доступной, как только вы открываете Алгоновы. Вот. Значит, смотрите. Из всех этих девяти девушек, если мы, вот смотрите, мы страницу каждой открываем, и здесь есть вариант либо свидания, либо назад. Если мы нажмем свидание, вот, абсолютно рандомно из них, то, скорее всего, вы получите отказ через некоторое время по почте. Только две девушки из, получается, девяти с вами согласятся встретиться. Это юристка, вот эта вот девушка, которой я как раз-таки назначил свидание совсем, ну достаточно давно. И вторая это Южбокс. Вот. Южбокс, Южбокс, без разницы, короче. Это первый сайт. Есть еще один. Это тройной w.creplys.net. Можете ввести его в адресной строке, потому что он не закреплен вот здесь вот, как, допустим, LoveMeet. Так вот, здесь нам нужно выбрать именно вот эту вкладочку «Женщина ищет мужчину» и найти здесь, ну, самое адекватное сообщение. Это вот эта, 29 лет, ланкастер, и именно эта девушка, как раз-таки, вот с ней можно связаться, и она ответит нам добром. То есть скажет, что да, мы можем встретиться. Так вот, все это произойдет достаточно нескоро, то есть должно пройти по игре примерно час, наверное, плюс-минус. И, что важно, вы длительное вот это ожидание ответа на запрос не сможете ускорить при помощи пропуска времени во время сна. То есть учитывается именно время, проведенное в игре на определенном сохранении после вот этого вот отправления запроса. То есть связаться или же назначить свидание. Так вот, через некоторое время вам придет ответ, он мне уже пришел от юристки, встреча с юристкой, да-да-да, мы должны ответить «да», допустим, потому что я назначил свидание юристке. Теперь в нашем органайзере появится время, в которое нам нужно будет прийти на первое свидание, на котором мы, собственно говоря, познакомимся с этой самой юристкой. Однако нам это первое свидание нужно только для того, чтобы как раз-таки сконвертировать эту машину. Продолжить мы отношения вот с юристкой после этого самого свидания мы не сможем. То есть нам придется снова через некоторое время предпринять попытку и снова назначить с ней свидание. Как-то так, через интернет. И сейчас с помощью магии монтажа я уже окажусь в нужное время, в нужном месте. Итак, вот мы на месте, время примерно без 20.11. По органайзеру нужно быть в DNS-00, но вот возможность приехать на точку появляется чуть раньше, по-моему, за 2 часа. Как вы видите, юристка находится в этом месте. Если вы собираетесь встретиться с другой, получается, девушкой, то их дом будет находиться в другом месте. Естественно, подъезжать уже нужно на той машине, которую вы собираетесь сконвертировать. И на самом деле сам глич элементарный. Я не знаю, почему его до сих пор не златали, почему этот баг не исправили. Наверное, ну, Рукстану не захотели это делать. Тем более, глич, вернее, конвертация очень хорошая. Нам нужно просто подъехать, даже с того, как наша девушка в нашей ситуации, это Кики, по-моему, Дженкинс, сядет в машину. После этого даже не слушать разговора, а просто открыть огонь в окно. Кики Дженкинс, да, все правильно. Просто стреляем, и все. После того, как будет указано, что вы напугали Кики, она скажет, что, типа, сорян, мне нужно идти домой. У нас ничего не получится. Все верно, все верно, все верно. И все. К сожалению, продолжить отношения с Кики вы не сможете. Вам придется снова искать девушку на интернет-сайте. Причем, та же самая Кики снова сможет с вами встретиться. Но придется по новой ждать, ну, вот это вот время ожидания на ответ на письмо. Но, что самое главное, это машина. И, это правда, она стала абсолютно неуничтожимой. Для того, чтобы это доказать, все элементарно. У меня игра отправлена на засотку. И наслаждайтесь. Что мы видим? Машина выдержала попадание с РПГ. Ровно таким же образом машина выдержит попадание бесконечного количества выстрелов из дробовика. Также у машины не бьются никакие ни стекла. Ничего абсолютно. Не бьется, не лопаются колеса. Но, единственное, к чему они уязвимы, эти машины, это к столкновениям. То есть, если мы механически ударимся во что-либо, машина также будет деформироваться. Также можно машину деформировать и при помощи других машин. То есть, в итоге машину можно будет сплющить какой-нибудь другой машиной до такого состояния, что Ника просто не сможет на нее сесть. И также вы заметили, что есть еще один изъян, очень достаточно важный. Это такой, что колеса у нее горят. То есть, если вокруг огонь, то колеса зажгутся и в итоге покрышка все-таки лопнет. В остальном уже машина абсолютно неуничтожимая. То есть, нельзя вызвать ее хоть какое-то дымление, горение и так далее. Сейчас я, допустим, гранату кину под нее или еще что-нибудь. Но, кстати, что еще важно. Говорят, что эта вот полная неуничтожимость, она может абсолютно случайно пропасть. И придется конвертировать машину по новой. Ну, как видите, вот она выдержала спокойно три гранаты. Давайте я еще с РПД по ней выстрелю. И, ну, ей абсолютно пофиг, собственно говоря. Давайте я поставлю машину рядом с ней. Вы еще раз в этом убедитесь. Смотрите, огонь. То есть, он трогает только колеса, но не трогает саму машину. Сейчас мы рванем рядом с ней другую машину. Вы увидите, что абсолютно по барабану какой вообще рядом с ней взрыв происходит. Но, к сожалению, вот я вам говорил. Единственный ее изъян в том, что, во-первых, от огня колеса не защищены. Это первое. И второе, повторяю, это то, что она также неустойчива к деформации. То есть, смять ее можно таким же образом, собственно говоря. Вы можете бесконечное количество машин таким образом сконвертировать. Правда, я побаиваюсь, что при встречах с сюжетными девушками, то есть с Карен и с Кейт, вы таким образом сможете угробить их отношения. И она впоследствии будет отказываться с вами встречаться дальше. Но я думаю, что определенное количество машин таким образом сконвертировать получится. Если честно, я не хочу этого даже проверять. Потому что есть вот такие вот действенные способы, как девушки из интернета. Тем более, игру я уже прошел. И, в принципе, на этом все. Сейчас я приеду к своему гаражу, где у меня уже стоит сконвертированный Инфернус. И покажу вам еще немножечко этих свойств на нем. Ну и на этом, в принципе, можно будет попрощаться. А фиг ты там, потому что я совершенно забыл вам сказать то, что когда вы сидите в этой машине, это абсолютно не делает вас неуязвимым, неубиваемым. Потому что сквозь стекла пули просто пролетают насквозь. Поэтому, как бы так сказать, вас полиция абсолютно спокойно будет застреливать внутри, в кабине автомобиля. Но зато, согласитесь, то, что все равно эти свойства, то есть полная уничтожимость, это офигенно. Смотрите, вот бот Инфернус, я по нему так же стрельнул, и так же ему нифига не произошло. То есть он, видите, не горит. Машина горит, это такси на заднем плане. Видите. То есть Инфернус, ровно как и Буфало, абсолютно не формируется от взрывов. Также их не зажигают никакие пули, абсолютно ничего. Вот, я еще раз говорю, единственная проблема, это горение колес, то есть шим. И вот, собственно говоря, все. Ну, если вы об этом раньше знали, то не называйте меня нубом, извиняюсь. Если вы об этом не знали и узнали из видео, то, естественно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Конвертируйте эти машины так же легко, как и я. Ну, а с вами был мистер Твилл, всем удачи, и всем пока.